МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о причинах крупной аварии на улице Губкина. Произошел удар, больше ничего не помню. Что стало причиной выезда на красный свет? Покажем последствия столкновения двух иномарок на улице Декабристов. Он, конечно, говорит, у него была 60-70, но если была такая скорость, такого удара бы точно не было. Водители вины не признают, но что говорят очевидцы? И итоги тоннеля. Это неправильно, это беспредел. Предпраздничную ночь автоинспекторы устроили тотальную проверку автомобилистов. Это и не только. Прямо сейчас. Серьезная авария произошла сегодня днем на пересечении улиц Академика Губкина и проспекта Победы. Там, прямо на перекрестке, столкнулись три автомобиля. Опель Астра, Шевроле Круз и Лада Калина. По предварительной версии, причиной там устали или гололед на улице, или же неработающие тормоза в одной из машин, проехавшие на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал пожилой водитель одной из иномарок. Тафиса Минязова с места происшествия. На красный свет не смогла женщина остановиться. Друг водителя Шевроле Круз считает, что в ДТП виновата автоледи, управлявшая отечественным автомобилем. По его версии, она то ли завершала маневр, то ли решила проскочить на запрещающий сигнал светофора. Но увидев впереди себя машина, говорит, видимо, не успела остановиться. В результате чего брата ранила на перекрестке Упелястра. Последний затем откинула на параллельный, едущий с ним Шевроле Круз. Я ехал домой под знак светофора, зеленого света. Произошел удар, больше ничего не помню. Пожилой водитель Упеля признается, в праздничный день ехал домой к родным. Направлялся с академика Губкина в сторону улицы Каспийская. Но хорошее настроение испортилось быстро, когда его на высокой скорости слева протаранила ладокалина. Удар был такой силы, что у иномарки сработали боковые подушки безопасности. И сильно смята левая часть машины. Но на этом все не закончилось. Сразу после столкновения с отечественным автомобилем, Упель отбросила на едущий рядом Шевроле Круз. Немного справившись с первоначальными эмоциями, мужчина, водитель Упеля, почувствовал боль в руке. Прибывшие на место медики диагностировали у него перелом. Однако от госпитализации он отказался. Честно, нет, это по тормозам, но пошла машина и все. Сама же автоледи прокомментировать произошедшее не смогла. Со слезами на глазах лишь призналась, что старалась остановиться, но не успела. По словам других участников аварии, в ее машине также находился ребенок, который, к счастью, не пострадал. Женщина перед остальными водителями полностью свою вину признала, считая, что страховых выплат хватит для ремонта автомобилей. Полную же картину произошедшего теперь должны восстановить сотрудники автоинспекции. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Не определили очередность проезда и попали в серьезную аварию. Volkswagen Polo и Mercedes столкнулись минувшим вечером на пересечении улиц Декабристов и Лушникова. Оба участника аварии отрицали свою вину, перекладывая ее друг на друга. Впрочем, на стороне одного из них были очевидцы. Альбина Минебаева с подробностями. Он, конечно, говорит, у него была 60-70, но если была такая скорость, такого удара бы точно не было. Ну, скорость точно сводка была, наверное, он летел. Учитывая, какие повреждения получили автомобили, можно согласиться с мнением, что скорость как минимум одной из машин была немаленькой. Но, несмотря на сильное столкновение, никто не пострадал. Помогли подушки безопасности. Оба автомобилиста, произошедшие в меня друг друга, водитель Volkswagen заявил, что выехал на перекресток с улицы Лушникова на желтый свет. Молодой человек отметил, что завершить маневр ему не дал хозяин Мерседеса. Я за стопроцентной вероятностью был уверен, что я его завершу, потому что никто не выезжал. И я уже его завершил. И он, я не знаю, какая у него была скорость, но удар был настолько сильным, что я отлетел вот сюда, представляете, с перекрестка, да. Второй водитель ехал по крайней правой полосе. Мужчина отметил, что еще не доезжая до перекрестка, ему загорелся разрешающий сигнал светофора. Весь поток еще стоял, не успел тронуться. Ну, я не знаю, может, секунды две, три уже прошло, как зеленый загорелся. Я просто, не тормозя, выехал на перекресток и увидел перед собой машину. То есть, маневрировать уже вправо-влево никуда нельзя было. Я просто нажал на тормоз и протащил. Ну, гололед, я не знаю, как он завершал маневр. Но уже две-три секунды зеленый горел. Как так можно маневр завершить? Оба водителя настаивали на своем, однако у водителя Вольсвагена нашлись как минимум два очевидца, вставших на его сторону. Возможно, именно их мнение сыграет решающую роль в определении виновника ТТП. Альбина Менебаева, Арат Назипов, Азат Семигулин. Вызов 112. Страшная авария произошла сегодня днем на 1089-м километре трассы М7. Там столкнулись фуры и трактор. Удар был такой силы, что у последнего оторвало переднюю половину, и оба транспортных средства вылетели с дороги. По словам очевидцев, пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в городскую больницу набережных Челнов. Полицейские казани с поличным задержали трех молодых людей, которые подозреваются в покушении на сбыт запрещенных веществ. При досмотре у каждого из них нашли синтетические наркотики. Гораздо более крупную партию обнаружили у их коллеги. Третьего сотрудника одного из интернет-магазинов, торгующих запрещенным зельем. Алина Бережная о том, что они заработали с точки зрения закона. Их задержали на улице Чешмале и Ноксинский спуск. Отпираться молодые люди, одному из них 20, другому 27 лет, не стали. И активно сотрудничали с оперативниками, рассказывая, что их где лежит. В их карманах сразу же порядка обнаружили по 5 граммов синтетического наркотика мифедрон. Затем в ходе допроса задержанные пояснили, что работают закладчиками наркотиков в одном из интернет-магазинов. При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях полицейские установили, что к данной схеме также причастен 29-летний казанец. Он был задержан в советском районе. В ходе проведения обыска по месту его жительства полицейские обнаружили 78 свертков с наркотическим средством мифедрон. Вес изъятой синтетики, по заключению экспертов-криминалистов, превысил 137 граммов. В квартире подозреваемого также были найдены электронные весы, мотки черной изоленты, несколько мобильных телефонов и большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста на период предварительного следствия. Возбуждены уголовные дела. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают личность организаторов интернет-магазина по продаже запрещенных к обороту веществ. Алина Бережная, Нафиса Минязова, вызов 112. Угодили в тоннель. Минувшим вечером в поселке Борисково автоинспекторы устроили тотальную проверку водителей и их транспортных средств. Все, кто заехал на одностороннюю дорогу, в любом случае оказывались перед автоинспекторами. Деваться было просто некуда. За несколько часов сотрудники госавтоинспекции осмотрели сотни автомобилей и выявили немало нарушений. Какие именно, знает Рамиль Шайдулин. А что смысл-то от вашего-то? Туннели, муннели! Люди, попавшие в так называемый тоннель, реагировали по-разному. Кто-то улыбался и делал фотографии, кто-то ругался, а кто-то грустил. Поводов было предостаточно. В эту ночь 11 экипажей остановили сотни водителей. Искали нетрезвых за рулем, любителей ездить без прав и тех, кто вовремя не оплачивает штрафы. Сейчас вы оплачиваете часть штрафов, все вместе у вас получается 2240 с комиссией. У одного из автолюбителей накопилось штрафов на сумму 6500 рублей. Мужчина предпочел оплатить часть на месте, а остальное в ближайшую неделю. Именно так приходится делать автомобилистам, чтобы избежать эвакуации своего транспортного средства на штрафстоянку. Впрочем, без эвакуатора в этот вечер все же не обошлось. На месте вы не имеете права его выполнять. Почему? Для этого существует стенд, который показывает отклонение в градусах, а не миллиметров. Не то что миллиметр даже, и стакада, и смотровая яма, или подъемник должен быть. Но не так же просто спуста все это взять. Остановив автомобиль ровер, сотрудники ГИБДД выявили техническую неисправность. Понимая, что в таком состоянии он ехать не может, решили отправить машину на штрафстоянку. Впрочем, пассажир иномарки с таким положением согласен не был. Мужчина отметил, что они с сыном только-только купили машину и отправлялись домой. Но доехать туда в этот вечер на автомобиле им было не суждено. Но это неправильно, это беспредел. Это беспредел. ДПСовский беспредел. Среди нарушителей нашлись и те, кто возит ребенка без детского кресла. Штраф за такое нарушение 3000 рублей. Были и любители темноты в салоне. Автомобилистам с тонировкой пришлось устранять нарушение прямо на месте. Целью рейдовых мероприятий является выявление грубых правонарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо неоплаченные штрафы. Необходимо отметить, что данные мероприятия принимают плановый характер, что безусловно приносит большой плюс в копилку обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Казани. Рейд-тоннель автоинспекторы планируют проводить ежемесячно в самых разных местах города. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.